всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня мое видео будет о такой актуальной теме на сегодняшний день это про освещение зимнее время кто смотрит мои видео наверное помните что я три месяца назад получила на тестирование лампу фитолампу фирмы mars hydra и вот прошло три месяца и я сегодня решила сделать отсчет по этой лампе так как она меня выручает конечно потому что на улице уже в 5 часов уже у нас темнеет да и вообще если пасмурные дни солнце уже опустилась и не совсем попадает сейчас в окна и на помощь конечно приходят вот такие хорошие лампы по истечению времени я могу сказать какие есть минусы и какие плюсы этой лампы об этом попозже а сейчас расскажу вам об этой лампе ну во первых с какими проблемами столкнулась я но это конечно же монтаж этой лампы так как лампа весит 6 килограмм и ее нужно было как-то хорошо закрепить на потолке а раз подвесной потолок то есть здесь нужно было вот такие сделать кронштейны сделали две вот таких трубы как в распорку она идет но конечно это все закреплено чтобы это можно было повесить и они у меня еще как бы роль такую сейчас выполняют я вот на них повешала еще свои кашпо и кстати очень даже хорошо смотрится вот такие вот трубы и посередине я закрепила у нее просто идут уже с этой лампой ее крючки на которые она подвешивается я просто ее подвесила и что удобно у этой лампы скажу что драйвер он кстати весит такой тяжелый и он съемный его можно было убрать и отдельно вот я его поставила там наверху на полочку и он конечно облегчил лампу ламп сама не стала столько весит весить вот здесь на полочке стоит и никому в общем-то и не мешали и она сама по себе очень смотрится хорошо габариты такие у нее тоненькая в общем она смотрится мне нравится эстетично мучить но а растениям нравится еще больше и это не из-за красоты этой лампы а из-за того как она светит я раньше пользовалась обычными бытовыми лампами которые покупала в леруа мерлен или специализированных магазинах там электросветом и все-таки знаете вот чтобы вот так светило это надо наверно штук 50 таких ламп что было такое освещение так что световой поток у нее очень сильный но я конечно не электрик подробности не буду вдаваться но у нее стоят светодиоды разного спектра специально для растений вы сами видите как хорошо все освещается то есть даже если в доме основной свет включаю он намного тускнее горит чем здесь даже если кто-то мне по видео звонит все говорят у вас что там солнце светит в общем пока я от этой лампы вижу только одни плюсы ну а минус у нее один стоит она конечно не ешь но нужно учитывать что это лампа профессиональная и она берется не на один год и еще один такой плюс это лампы при такой освещенности она потребляет всего 240 ватт и конечно же такое освещение нравится моим рыбкам я завела немного рыбок своем водопаде сейчас постараюсь найти они просто меня увидели немножко разобежали вот они в общем у меня здесь восемь рыбок и как раз тоже освещение на них падает и тоже очень хорошо смотрите как и хорошо видно такие красивые в общем им понравилось они себя чувствуют хорошо спасибо всем кто мне советовал каких рыбок нужно завести вон какие машут плавничками красоточки мои очень приятно за ними наблюдать кстати кто не видел видео это я сделала сама этот водопад у меня на канале есть два видео одно как обзор а второе как я его делала можете зайти и посмотреть и сейчас я вам покажу как чувствуют растения под этой лампой плюмбага у нее вот после обрезки вот недавно совсем обрезка была вот посмотрите здесь у нее шапка такая цветов здесь у него бутоны то есть она набирает опять бутоны она просто не может угомониться тамаринт очень красивый такой такой большой уже стал у него ветка вот тут вот начала уже в бок расти после пересадки в новое кашпо у меня видите зацвела горденья просто засвечивает такой красивый цветочек и такой аромат стоит здесь вообще так как еще вот здесь горденья зацвела там еще бутонов много на ней и рядом мурая тоже у нее вот бутоны скоро вот-вот распустит а у нее тоже кто знает у нее тоже такой аромат очень сильный ну вот моя мурая ну а такая довольно таки большая у меня стволик такой толстый у нее уже я уже показывала у нее посмотрите ягодки висят и тут же у нее и появляется бутончики там видно два бутончика у нее красандра тоже не отстает она тоже цветет тоже после обрезки она выпускает новые колоски вот видите что с ней опять происходит она мне опять опять в цветочках вся здесь просто много еще молодых колосков которые не открылись то есть у нее скоро вся макушка будет вот в таких вот оранжевых цветочках здесь же обутил он тоже постоянно цветет и вот наверху у меня бугенвильи стоят они тоже у меня вот та вот вся в прицветниках вот даже видно сейчас на камеру она вся в прицветниках и здесь вот розовая бугенвилья она тоже тоже цветет у мандарина пошел новый рост видите какие по всем веточкам вот такие появились молодые побеги и это все благодаря этой лампе и конечно же надеюсь что при таком освещении мой карамель марту под проявит свою варигатность красивую хотя я замечаю здесь вот у нее прям такие хоть не до белого но полосы и присутствуют другого оттенка не зеленого и моя меденила тоже себя чувствует хорошо после покупки уже прошло довольно таким много времени и она у меня как бы ни одного листика не пожелтела ничего вообще все хорошо после того как я попользовалась этой лампы я поняла что мне не хватает еще хотя бы одной лампы я бы с удовольствием поставила бы такую лампу в бассейн так как я недавно снимала видео про обрезку бугенвили там катастрофически просто не хватает освещения там днем даже просто даже если солнце светит там все равно темно конечно я очень рада что мне дали такую лампу на тестирование я ее очень довольна в описании под видео я напишу адрес магазина который предоставил мне эту лампу на тестирование и кстати там будет представлен промо-код по которому вы можете получить скидку ну теперь за освещенность я не боюсь увлажнение я создала сама вот такой водопад думаю зиму переживем желаю всем без потерь пережить зимний период увидимся в следующем видео